Под Карагандой были замечены военные из Великобритании, Индии, Италии, Китая, России и Объединенных Арабских Эмиратов. Всего 12 стран. Но местным жителям не стоит беспокоиться. Это всего лишь снайперские игры Алты-Нукэ-2018. На протяжении пяти дней силовики померятся с силами в стрельбе по мишеням с различных дистанций, скорости, навыках маскировки и ориентировании на пересеченной местности. В первый соревновательный день на военный полигон Спаск отправился и наш корреспондент Асхат Ниязов. Уже только из-за первого публичного выступления Нурлана Ермикбаева в качестве министра обороны прессу можно было заинтересовать этими соревнованиями. Как про него и говорили, новый глава ведомства оказался дипломат. Мы рассматриваем эти игры не просто как соревнования. Их суть раскрывается в уникальном сочетании состязательного духа с духом воинского партнерства. Пусть ваши лучшие навыки находят применение только на учебных полигонах. Впрочем, и церемония открытия оказалась довольно интересной. Но где еще так весело могут драться люди? И уже точно впервые можно было увидеть, как стреляют в такт музыки. Но не затем сюда приехали лучшие снайперы со всего мира. Нам удалось заснять, как китайцы выполняли интересные упражнения. За несколько секунд бойцам нужно было запомнить лицо человека, чтобы потом уничтожить его. Результатами гости оказались недовольны. Это неправда. Зачем? Первый стрелок там попадали один. Один записали? Вот так. Один записали? Нет. Первый тоже один. Да, но он вторую цель поразил, не свою. Кстати, очень интересно стало, по какому принципу выбирались фотографии тех людей, по которым стреляли солдаты со всего мира. Это люди, которые приговорены к пожизненным строкам или уже приведена к ним высшая мера. Тем временем рядышком вот так непринужденно с винтовкой на плече прогуливался наш снайпер, казахстанский Евгений, фамилию которого мы по определенным причинам назвать не можем, рассказал нам, что людей убивать ему не приходилось. Однако он все-таки человек военный. Поставил задачу, будем выполнять. Очки на глазах и особый статус Евгения не позволили полностью раскрыть человека. Однако немного он рассказал о своем досуге. В тир ходишь? Девушки, наверное, в шоке, да, что ты там все игрушки выигрываешь? В тир не хожу. Не ходишь в тир? Нет, не хожу в тир. Там не тот формат, воздушка. Несерьезно? Несерьезно. Многие из присутствующих имеют боевой опыт за плечами, однако никто о нем рассказывать не любит. Я бы даже не стал выделять и говорить, что кто-то с боевым опытом, кто-то не с боевым опытом. Я вам скажу просто, что все люди, которые здесь собрались, они выполняли на самом деле и выполняют и в прошлом, и в настоящем, и в будущем боевые задачи. Поэтому проведение данных соревнований прежде всего необходимо для того, чтобы обменяться опытом борьбы с терроризмом. Не буду заканчивать материал тем, что снайпер и его винтовка должны стать единым целым для того, чтобы поразить цель и стать лучшим. Нет. Хочется, чтобы было понимание, что хороший прицел это не секрет успеха. Просто представьте, что этим ребятам нужно попасть в мишень, до которой даже зум нашей не самой плохой видеокамеры не достает. При этом ветер, песок, глаза, ограниченное время и взгляды соперников. Ну а лучших определят 25 августа. Асхат Ниязов, Ерволдаиров, Хабар, 24, Карагандинская область.